В Калмыкии назначен исполняющий обязанности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Указом главы Республики Батухасиковым руководителем министерства стал Антон Рубанов. Ранее он являлся региональным представителем Федерального центра строительного контроля. Антон Ильясович имеет большой опыт строительства объектов различного функционального назначения, в том числе по возведению олимпийских объектов. С 2012 по 2014 год он занимался переформатированием, приведением к единому облику всех отделений Сбербанка в Сочи. Ну а после Рубанов перешел в бизнес-сферу, выполнял работы по капитальному ремонту по всей России, строительству объектов, поставке оборудования. Сегодня нового руководителя Минстроя трудовому коллективу представил глава региона. Есть масса задач, так называемых локальных, рутинных. Для этого нужно очень много энергии. Нужна здесь, не побоюсь этого выражения, такая спортивная злость, чтобы мы делали прорывные шаги. Это отношение должно распространяться на нас, тех, кто является госслужащими, на тех, кто является реализаторами стройки, то есть подрядчиков, генподрядчиков, субподрядчиков. И в целом тут много процессов, конечно, нужно урегулировать. Поэтому в данном случае нами было принято решение и мною, и председателем правительства, что такую задачу на себя возьмет молодой, энергичный Антон Ильясович Рубанов, который, на мой взгляд, достаточно эффективно, уже находясь на службе федеральной, себя зарекомендовал как человек, который отрасль понимает, который очень тонко чувствует веяние времени, то, какие на сегодняшний день существуют стандарты, то, что от нас требует руководство, какие оно нам дает установки, чтобы у нас не было расхождения, чтобы мы шли плечом к плечу. На республику возложили огромную перспективу, дали большой запас, и все, начиная от местного руководства, и вот Бату Сергеевичу, спасибо Юрию Викторовичу, всему правительству, то, что дали такой шанс себя реализовать в этом, применить все, что было у меня, накопленный весь опыт, применить именно в этой республике, дать возможность. До этого, многие из вас меня уже знают, я работал в Рострой-контроле здесь непосредственно по республике. Для меня это очень большой плюс, потому что за эти 8 месяцев я успел понять проблемы республики, с надзорной стороны, увидев их, да, и сейчас, заходя сюда, считаю, что для меня это будет проще. Поэтому надеюсь на помощь каждого из вас, никакого там давления или ничего. Я просто хочу, чтобы каждый из вас увидел работу и поняв, что сейчас гряду большие перемены, и каждому придется немного сильнее работать, где-то убрать какую-то часть бюрократическую и свестись к единому. То есть моя цель, и, надеюсь, каждого из вас будет непосредственно выполнение задачи, показания, результатов. Лучший показатель у строителей – это не слова, а именно результаты. Бывший министр покинул пост по собственному желанию. Батухасиков поблагодарил Виктора Джанжиева за плодотворную работу и вручил ему почетную грамоту за добросовестный труд. Мы очень серьезно рассчитываем на Виктора Джанжигоряча, человек, который очень много сделал для республики. Я, когда недавно поздравлял его лично с Днем строителя, сказал такую вещь, что, ну уж кто-кто, а вот именно он свое имя вписал в историю Калмыкии именно с точки зрения строительной отрасли и с точки зрения того, что Калмыкия имеет знаковые объекты. Я выражаю свою глубокую благодарность Бату Сергеевичу, главе республики Калмыкии, который дал возможность поработать руководителем строительного комплекса республики с теми задачами, которые были поставлены. И, конечно же, над чем мы трудились в этот период, это в первую очередь на благо, на пользу республики Калмыкии, и чтобы республика увидела жителей в первую очередь. Ну, думаю, Антон Ильянович, он уже непосредственно, как говорится, сейчас быстро адаптируется, войдет в курс всех вопросов со своей стороны. И глава мне уже дал такое поручение, я окажу всяческое содействие там, где это нужно, будет необходимо, двигайтесь вперед. Дорогу осилит идущий. Я хочу еще раз всех поблагодарить за совместную работу, пожелать всем счастья, земного счастья, чтобы мы виделись, улыбались друг другу и уверенно шли вперед.